Итак, сегодня у нас тема, которую я обозначил как политическое в искусстве архитектуры. Сразу же оговорюсь, что рассуждать на тему политики мы точно не будем. Это выходит за пределы нашего курса, поэтому я обозначил это слово политическое, что в общем-то похоже на политику, но политикой ни в коей мере не является. Понятно и так, что такие грандиозные многоденежные проекты, как проекты архитектурные, всегда в той или иной степени были связаны с политикой. Это было всегда. Более того, хорошо известные примеры, когда те или иные тенденции не получали поддержки из-за политических репрессий. Ну, наиболее, наверное, показательная здесь для нас фигура Ивана Леонидова, выдающегося советского архитектора, возможно, самого выдающегося советского архитектора. Тут проблема в том, что он не построил фактически ничего. Понимаете, это мастер бумажной архитектуры. То есть строить ему не давать. Повлиял он на мировую архитектуру очень сильно. Ибо эти проекты вывозились. И с ними знакомили мастеров западной архитектуры в том числе. Особенно, когда это еще было возможно. Но сам Леонидов, фактически, то, что он сделал, это несколько участий в совместных проектах. Все. То есть оформление нескольких интерьеров, там, лестницу он сделал. И никакой полный проект, да, в полном объеме его не был воплощен в камни, так, как бы это хотел сам архитект. А даже более того, он был введен в термин понятие этого Леонидовщина. Который, естественно, подвергался всяческой критике и осуждению. В прошлый раз мы с вами подробно рассмотрели своего рода аполитическое архитектуре. Архитектуру бегства, бегства от социума, бегства от тех проблем, которые может этот социум создавать. А сегодня бы мне хотелось остановиться как раз на чем-то прямо противоположном. О том, когда архитектура в той или иной степени не просто подчиняется воле политической, это, повторюсь, это малоинтересно, а о том, когда она может средствами искусства, средствами архитектурными подчеркивать какие-то весьма специфические дунаения и направления в новом типе политики. Когда принимает то или иное государство новый подход к ведению политики как таковой. Еще раз напомню, что у нас не история искусства, у нас философия искусства, которой является эстетика. Поэтому на примере бегства, архитектуры, бегства или сегодняшней темы, такой как политическое искусство и архитектуры, я хочу показать различные способы, как искусство может функционировать. Какие грани оно может себе нести, не только быть искусством ради искусства или наставлять нас чем-то. Оно может и мечтать показа, демонстрировать. И то, с чего мы начнем, наверное, наиболее показательно, наверное, наиболее наглядно. Это достаточно простая тема, хотя и не менее интересная из-за этого. Это те, так скажем, трансформации, которым подверглось знаменитое здание Рейхстара. Потому что это фактически здание икона. Икона, причем сначала позитивно, в смысле, с надписью немецкому народу, и потом, начиная с сталинского времени, ставшее фактически символом нацистской Германии, хотя на самом деле к ней имело весьма возведомление отношения, о чем мы сейчас и поговорим. Вот так выглядело изначально здание Рейхстага. Его построил Пауль Валлот. Это конец 19-го века. И, в общем-то, оно выдержано в эстетике ренессансной. Это вообще было достаточно типично для пафосных построек рубежа 19-го и 20-го века. Такая ренессансная эстетика. Видите, с огромным куполом. Очень массивное такое здание. В этом здании заседал собственный Рейхстаг. Дословно, это у нас государственное собрание. Поэтому с маленькой буквы, если читаете, это обычно. Собственное государственное собрание, с большой буквы обычно пишут про здание Рейхстага. И заседал он там с момента окончания постройки с 1994-го года до 1933-го года. То есть, к нацистской Германии в прямом смысле слова отношения он не имел. Хотя и стал его и субботом. Вот как еще выглядит это здание, а это раз обцветной аккорд. На самом деле, достаточно красивая достройка, достаточно эстетичная. Хотя и несколько массивная. В 1933-м году в здании произошел колоссальный пожар. Здание было очень сильно повреждено, особенно его купол. Это использовали в своих политических целях гитлеровцы для того, чтобы, в общем, сформировать новый состав Рейхстага, как они надеялись, что туда выйдут только национал-социалисты. Ну, на самом деле, шутка не удалась. И национал-социалисты не смотрели на право большинства на высокие строки. Что, собственно, и привело к более решительным действиям. И уже восьмой 1933-го года вводится закон о предоставлении чрезвычайных полномочий. И, в общем-то, несмотря на то, что Рейхстаг еще будет собираться до 1942-го года, никаких реальными полномочий он уже не обладает. Они могли только проголосовать за то, что предлагает партия национал-социалистов. В поджоге были обвинены коммунисты. Но так как здание очень сильно погорело, то вот этот новый Рейхстаг, Рейхстаг уже включенный в дискурс, национал-социалистический, заседал здание напротив. Оно не сохранилось. Это кроль опера. Все вот эти пафосные фотографии, которые наверняка многие видели с Орлом таким, где Гитлер что-нибудь вещает, это, в общем-то, не здание Рейхстага. Это собрание Рейхстага, но в здании, которое сейчас не сохранилось. Оно было разгоновано. В здании опера. А как раз вот напротив Рейхстага находилось. С 1943 года Гитлер вводит бессрочные свои полномочия на чрезвычайность своих полномочий. И, в общем-то, больше никакие заседания не проводятся. Тем более, что к этому моменту кроль опера была уже уничтожена церковь. Она разломана. Что далее происходит с этим зданием, которое каким-то чудом стало символом нацистской Германии? На самом деле символом оно стало... Там есть тоже, да, причина? Потому что это одно из последних зданий, за которые вбелись бои в Берлине. А, там и склад был оружием, чем только оно не было, но только не было зданием парламента в правиле войны. Там окна были заложены, и кукол уже был дырявый. Собственно, его использовать как-то более-менее адекватно, не как склад, было почти невозможно. Так вот, в 1945 году здание становится иконой, символом. Здание получило всемирную известность благодаря фотографии, да, с советским флагом на Рейхстане. На здании было нанесено огромное количество граффити советских солдат. Кстати, эти граффити, они не сохранены. Не все, но очень многие, не цензурные, сколоты, а просто граффити сохранены. Не по сей день. И, соответственно, вот так выглядело это здание на момент 1945 года. Если хотите посмотреть, как вообще выглядела Германия, что она себе идеологически представляла сразу же после войны, есть совершенно гениальная кинолента, абсолютный шедевр, да, авторского кино. Это Роберто Расселлини «Германия. Год на любовь». Как раз там показываем, разбумленный полностью город. И самое главное, огромное количество взрослых, каждый из которых в той или иной степени не может взять на себя ответственность за свои слова. И вся эта ответственность падает на плечи маленькому ребенку, который с ней, естественно, не справлялся. С 1949 года вводится новый орган, новое федеральное собрание уже будет называться «Бундестаг», по сей день оно так называется. Естественно, речь идет о Германии и Западной. После 1990 года совместно были объединены управляющие органы и было решено, что здание, в котором будет заседать Бундестаг, будет как раз здание Рейхстага. Но было очень сложно подойти к проблеме. А как это здание можно таким образом представить, представить обществу, чтобы не возникало никаких ассоциаций с нацистским прошлым? Это на самом деле проблема. Понятно, что Германия терпела после Второй мировой войны колоссальные бедствия, как использовалась территория возле Рейхстага. Там высаживали огород, картошку и так далее. Как раз это территория, где раньше была опера. И, в общем-то, совершенно колоссальное положение, ужасающее было еще и морально, да, морально на сколотости. Потому что, вы понимаете, что одно дело, когда человек претерпевает какие-то бедствия, у него есть идея, да, возможность веры в победу. А другое дело, когда ее уже нет. Более того, нет даже веры в режим, который обещал эту победу. И здание, на самом деле, достаточно быстро решили восстанавливать. Хотя сначала у него взорвали кукол. Было решено, что на кукол не тратится. Кукол у него взорвали в 50-е годы. И потом его восстанавливали фактически 20 лет. Потому что, с одной стороны, не было денежных средств, а с другой стороны, в общем-то, никто не знал, как его можно использовать в условиях разделенной Германии. Вот как выглядело здание Бескукова. Когда же рухнула Берлинская стена, и Германия причинилась уже единому Бундестагу, было решено радикально перестроить это здание, чтобы она стала символом новой власти, символом нового типа управления. И вот тут-то, конечно, архитектура и сыграет свою роль. Смотрите, что нужно сделать, чтобы изменить отношение к зданию, которое является иконой. Это очень сложно. И выиграл проект Нормана Фостера, крупнейшего из них жилого архитектора, одного из основателей стиля хай-тек. Кстати, Фостер предлагал свой проект и на застройку Москвы-Сити. Он здесь предлагал построить одно из самых высоких в мире зданий. Практически вдвое выше, чем сейчас Башная Федерация. Но опять непонятно, что денег-то хватило. Вообще, Фостер для России, на самом деле, очень много чего предлагал и очень эффектные проекты. Фостер сейчас застраивает вместе с другими архитекторами новый бизнес-центр в Нью-Йорке, на месте взорванных башен. И так, что сделал Фостер? Фостер предложил совершенно огромный купол. Опять, он полностью перестроил здание. Здание, от него остались фасады. Они полностью сохранены. Было решено оставить многие граффити советских солдат, как часть истории. Что Германия не отказывается от этого факта. Это тоже важное очень идеологическое решение. И сверху, над этим зданием, Фостер строит огромный купол. Вот. Реконструкция идет зданием, видите, полтора. А вот, собственно, Норман Фостер. Он уже в приличном возрасте. Реконструкция Рейхстага под Ивот. Руководство было завершено в 1999 году. И здание полностью преобразилось. Оно стало символом совершенно иного общества, совершенно иного режима. Он выстраивает грандиозный купол из стекла, куда до 2010 года пускали всех подряд туристов. То есть это символ прозрачности власти. Понимаете, это главный управляющий орган страны, куда каждый может прийти. Зайти наверх и осмотреть эту территорию с высоты. Ну, если не птичьего полета, то весьма-весьма серьезной высоты. Более того, само место, где заседал Рейхстаг, оно тоже покрыто стеклом, и туристы могли видеть саму вот эту палату, где заседала власть. То есть власть становится в полном смысле слова полностью рассматриваемой. Это становятся слуги народа, где каждый представитель народа Германии и турист мог попасть в здание и посмотреть, как функционирует это все. Ну, а понятно, что в начале 21 века тенденции поменялись, и, в общем-то, свободу идеи свободы решили. С 2010 года здание сначала вовсе было закрыто для посещения туристов, а сейчас туда попасть можно только по предварительной записи. Агония по страху перед терроризмом взяла Лех над идеей свободы. На самом деле, купол Рейхстаг это совершенно грандиозная постройка, постройка уникальная, потому что она выполнена в эстетике хайдековской, и тем не менее, она абсолютно эталонно вписывается в это здание. Здание старинное, здание старинное, и идея, которая здесь выражена, она тоже иконична. Понимаете, здесь применять сложный концептуализм Айзенмана, который мы с вами разбирали на первых лекциях, было бы неверным. Это здание икона, и оно должно быть переосмысливано, теперь оно должно стать символом прозрачности власти. Там это были массивные закрытые стены, подчеркивающие отделенность власти от народа. Здесь же это демонстрирует абсолютную прозрачность. Вот вы видите, как выглядит купол внутри, можно реально смотреть, кто и как там заседает. Совершенно фантастический по красоте внутри купол. Вот эта капля, которую вы видите в центре, дело в том, что для хайдека не характерно, чтобы это не было, во-первых, украшательство, во-вторых, чтобы это не было прятаться. И это не просто для красоты, и не просто для контрфорса, чтобы этот купол держался. Это вентиляция, система охлаждения. Вот как он выглядит внутри. То есть, вот под этими стеклами, собственно, расположена одна из зала, где заседают представители власти. Вот идет эта капля. Здесь этот воздуховод спрятан за зеркалами. Здесь уже не стекло. И вы видите прогуливающихся и фотографирующихся туристов. Здание стало полностью открытым. Еще одна фотография. Обратите внимание, интересная очень идея. Здесь идея решенная, с одной стороны, интеллектуально, с другой стороны, практически. Фостер не дает никаких ступеней. Ступени это очень жестко. Ступени можно прочесть как идея некуреволюционная. Он дает спиралеобразный пандус. Подниматься на самый верх и опускаться можно по пандусу. Это та же лестница, но которая не имеет ступени. И в этом смысле это и идея эволюционного типа развития, эволютивного. Что здесь есть преемственность скорее от старой Германии, чем Германии нацистской. И она идет вперед. Она идет и вверх. И любопытный момент. Но внутри этот купол немного напоминает здание, которое я в прошлый раз вам не показывал. Хотя ее автором является как раз Фрэнк Ллойд Райт. Так вот, если для Райта это было, наверное, самым его авангардным проектом, напомню, Райт всегда вписывался в окружающую среду. Для него было принципиально важно единение здания с природой. Так вот, когда ему заказали уже в поздние годы здание музея Гугенхайма в Нью-Йорке, знаменитое тоже здание, здание по сути Угона. Он его решает ультра-авангардно, и оно, конечно же, на себя притягивает взгляд, ни в какую окружающую среду не вписывается абсолютно. Но, здесь, соответственно, прямо противоположная идея для того, что для Хай-Тека свойственно его противопоставление природному. Да, это как раз идея чего-то очень техногенного. В то время как здесь, не отступаясь от основных принципов стиля Хай-Тек, Фостер вписывает это здание в контекст, по сути, так как это сделать бы мог Райт. Своего рода некая вот такая антипараллель, хотя там есть и мечта общая, я не случайно заговорил о Райт. Вот как выглядит музей Бугенхайма в Нью-Йорке. Здесь тоже только пандус, никаких лесен. До самого-самого верха и вверху стеклянный купол. Хотя Фостеровский купол выглядит обычным образом, вы уже видели, как он выглядит снаружи. А здесь здание Бугенхайма в Нью-Йорке выглядит расширяющимся вверху. То есть оно более бодринское. И Райт, хотя и здесь в чем-то остался верен себе, здание это немного похоже на позвоночный стол, под которого расходится рима, это своего рода чрева кита, для библейского символизма очень важная аллегория, аналогия с чревом кита и оминка рока. И здесь поэтому отсылка к биологическому началу все равно оказывается значительно больше, чем у Фостера. Вот так выглядит Фостеровский купол ночью. Здесь видна спираль очень хорошо. Из купола можно выйти и на саму крышу Рейстага и смотреть за Берлин со всех сторон. Еще одна фотография. И вверху купола мы видим открытое пространство. Она, собственно, для вентиляции и служит. А вот самое-самое окончание этого купола внизу. Вот видите палата, где заседает власть. Там же проводятся и концерты. Что еще раз подчеркивает отсутствие границ. Надо что. Это же здание может использоваться и с другой целью. И не столько с целью управления. И то, с чего мы с вами начали, мемориал Айзенмана, на самом деле находится прямо на ноте. Их даже вместе можно сфере объявлять. Если мемориал отсылает у нас к прошлому Германии, именно к прошлому нацистскому, да, как память, которую нельзя изжить, то купол Фостера, он говорит о будущем Германии, о его настоящем, о его взгляде в будущее. То есть это уже совсем уная идея, совсем уная концепция, попытка не зацикливаться на каком-то едином моменте, а попытка взгляда в будущее, вперед. Ну, если уж сказал А, то надо сказать и Б. Дело в том, что на самом деле для хай-тека, в принципе, характерным является концепция открытости, логика открытости как таковой. О, и Фостер, возможно, не самый показательный представитель хай-тека, хотя он один из создателей этого направления, потому что у него хай-тек так или иначе вписывается в окружающий контекст. Для него это было важно, и противопоставлял он свои здания окружающему контексту достаточно редко, в основном на раннем этапе творчества. А вот другой представитель хай-тека, которого часто и называют, собственно, создателем этого направления, это Ричард Роджерс. Вот его здание, конечно же, демонстрирует хай-тек в полном своем величии, в полной своей красоте, и это как раз и есть вот эта концепция открытости, концепция демонстрации всего, что есть в здании, вынесение его наружу. В основном это делается через вынесение всех систем коммуникации наружу. Визитная карточка стиля хай-тек, это штаб-квартира компании Уолит, знаете, очень давно, 84-й год, то есть это фактически начало этого направления. Совершенно фантастическое здание, совершенно потрясающе по своей красоте. Смотрите, как оно выглядит. Здесь уже какая-то такая нечеловеческая постройка, постройка ультрасовременная, постройка ориентированная на высокие технологии и их демонстрации, да, как будто из какого-то научно-фантастического кино здания. Еще одна вторая, да. Ну, видите, все коммуникации вышло внутренне наружу. Но зато внутри удобно. Внутри ничего не преграждает любое обозрение этого здания. Хотя, на самом деле, внутри там присутствует абсолютно такая же логика открытости. Я вам сейчас покажу, как там внутренне будет выглядеть. Ну, вот вы видите, насколько сильно это здание контрастирует общему контексту. А соседнее здание, вот это, это хостерский город. У него-то попытка вписаться в окружающий контекст, она видна. Хотя, родственность этих зданий тоже заметна. А это здание, которое само на себе сосредоточено, ничего рядом нет, оно демонстрирует только самое себя. Ну, с подсветкой еще красивее. А вот, собственно, как это выглядит, смотри, там тоже все насквозь рассматривается. И любопытно, что хай-тек появляется примерно в то же самое время, когда начинают появляться первые социальные сети. Чуть-чуть раньше, напомню, что во второй половине 20 века господствует искусство архитектуры. Естественно, искусство обычно чуть-чуть предвосхищает определенные тенденции в обществе. С 95-го года появится социальная сеть «Сверстники». Одна из первых социальных сетей. По большому счету, она уже мало чем отличалась от нынешних социальных сетей. И человек всю информацию о себе в открытый доступ сливал. Просто мечта сказать «Служб». Та идея, к которой всегда стремились со времен просвещения. А зачем стремились? Потому что пока человек молчит, непонятны его политические пристрастия. А когда человек говорит, в общем-то, особенно говорит на злободневные темы, в нем сразу все ясно становится. Поэтому логика просвещения была заставить человека говорить. Говорить на любые темы. Знаешь ты, понимаешь ты об этом, не понимаешь. Нужно, чтобы ты говорил. Потому что когда ты говоришь, понятно, что ты думаешь. И сейчас, если во времена инквизиции из человека, чтобы он заговорил, приходилось вырывать слово в прямом смысле слова клешнями, или раскаленными щипцами, то сейчас человека хлебом не корни, только ему выложить свободный доступ. Все. То есть каждый час своей деятельности, каждый час своей активности можно пронаблюдать. И хай-тек как стилевое направление, конечно, эти тенденции очень сильно подчеркивают. Конечно, не имеет отношения в прямом смысле слова к политике, хотя идея прозрачности власти, она в это время набирает просто ультрапопулярность. И по большому счету продолжается и по сей день. Даже у любого учебного заведения, вся документация данной сайте выложена в свободный доступ. Размещается вся информация, как правило, на сайте, чтобы не было никого недопонимания, что кто-то не то услышал и так далее. Все находится открыто в доступе. Это предполагает, что вроде как тогда каждый может проконтролировать, что происходит в том или ином месте. Понятно, что это тоже миф, но миф наших людей. И хай-тек по сей день одно из базовых направлений. Еще покажу одно здание Роджерса. На этот раз оно уже в большей степени связано с политическим измерением. Это, собственно, Страсбургский суд по правам человека. Тоже видите, ультрасовременное здание. Более того, это здание опять является зданием-иконой. Потому что имена МО находится на логотипе этой организации. Здесь, естественно, идея немножко иная. Здесь идея открытости данной организации нового. Что эта организация не предвзята, что она не судит по принципу неких анахронизмов, некого прошлого, а всегда открыто новому и может адекватно на него реагировать. Понятно, что здесь речь шла не просто о постройке нового корпуса для заседания европейского суда по правам человека. А речь шла о чем-то значительно большее. Вот как выглядит это здание сверху. Видите, оно не симметрично. Эти чаши, которые явно намекают на чаши лесов, они не равны. Здесь в данном случае значительно преобладает та чаша, когда лицом мы смотрим, и она правой является. А правая у нас всегда была символом милосердия. То, что в данном случае уманизм, милосердие ставится выше, чем идея такой точной справедливости. Глаз за глаз по типу. Ну и вот как это выглядит здание. С противоположной стороны вы видите, что при всем желании вписаться в ландшафт у хай-тека, в отличие от райтовских построек, это никаким образом не получается. Оно все равно ему противопоставлено, оказывается. Совсем другой пример, когда архитектурный стиль используется в политике. для демонстрации чего-то нового, для утверждения новых идеалов, а совсем с умой целью, это Чандигах. Мы уже отчасти его затрагивали, а сегодня поговорим чуть больше о нем. Чандигах это единственный город, который практически полностью был спланирован и построен по проекту Экар-Гузиэнта. Это столица Пинджава, сейчас это еще и столица Харьяна, когда Курбизиэ строил, это была только столица Пинджава. Почему этот город было решено строить на пустом месте, на самом деле для этого нужно немножечко об истории Индии поговорить. Дело в том, что с середины 18 века Британия постепенно начинает претендовать на все больше и выше территории Индии. Сначала это была Бенгалия, они теснили династию Могонов, а к середине 19 столетия, после неудачной попытки последнего из Могонов изгнать британцев из Индии, Индия перешла полностью под власть британской короны. Она стала такой провинцией, причем провинцией, из которой выкачивали все, что возможно, и по большому счету вся, так скажем, промышленная революция в Англии была сделана на деньги выкачены из Индии. Потому что тогда в британской Индии, как она именовалась, подразумевалось не просто то, что сейчас называется Индия, Сырьон, Бангаладеш, Пакистан целиком. Колоссальные территории, просто огромные. А, а посмотрите, сколько там населения. И это население было превращено в вассалов по типу феодального страны. Долго такое, понятно, продолжаться не могло, особенно, когда речь идет уже о 20-м столетии. И в 20-е годы 20-го века на политической арене появляется всем известная фигура Махатна Ганди, который начинает продвигать идеи национального самосознания. Для самого Махатна Ганди это закончилось очень плохо, он убит, но идею свою он, собственно, воплотил. В 47-м году Индия получает независимость. Понятно, что здесь на руку сыграла и Вторая мировая война, после Второй мировой войны активно возникают новые национальные государства, которые отрицают политику внешнего давления, любой попытки тоталитализма. Поэтому, естественно, и КСССР так плохо относились. Так вот, когда в 47-м году Индия обретает независимость, независимость эта на ней сказалась весьма двойственным вопросом. Дело в том, что в Индии жили не только индуисты, индусы, да, разные национальности, хорошо, но в Индии жило огромное количество мусульман, просто нереальное количество. Индия долгое время была мусульманским государством. И все мусульмане переходят массово в огромный осколок, который сейчас называется Пакистан. Там был такой исход, что туда-сюда, между городами, между теперь двумя государствами перевестилось около 12 миллионов человек. Представляете, массовый, какой-то массовый поток. По религиозному, естественно, по убеждениям. Доковод, огромный штат Пинджаб был разделен пополам между Пакистаном и Индией. И бывшая столица Пинджаба отошла Пакистаном. Теперь для индусов понятно, что это становится очень важной стратегической точкой. Это точка, по сути, пограничная и точка, на которой утрачена старая столица. Сначала думали, какой индивер приспособить под новую столицу. Но Джавахар Лау Негу, первый премьер-министр Индии, решает строить город с нуля. Просто с нуля, чтобы показать то, что Индия смотрит исключительно в будущее. Что не будет никаких построек а-ля Европа, а-ля Британия, особенно, будет что-то совершенно новое, совершенно необычное для этой территории, чего в Индии никогда не было. Это ознаменует то, что Индия вышла из подчинения мусульманскому управлению и от подчинения британской короли. То есть город должен был стать символом новой политики в полном смысле слова, так его и замышлять. А теперь покажу вам, чтобы было понятно. Вот это так выглядит сейчас Чандидаж. А теперь чтобы было понятно, как выглядела Индия, что на ней строили британцы. Ну вот мемориал Викторика, одно из классических достопримечательностей британской Индии. Абсолютно ренессансная постройка с маленькими маленькими элементами Гвазии Восточной. Это самое начало 20-го века. Потому что естественно королева Виктория мы селись королева Индия. Или Риббон Билдинт. Вот такое впечатление, что в общем-то мы попали в Европу. Каз конкретно в Англии. Никакой адаптации специфической там почти не было. Были, конечно, редкие случаи, но вот такое насаждалось в больших количествах. Такое же можно на самом деле встретить и в Кейпталоне. И что предлагают архитекторы нового Чинглигарта? На самом деле сначала был приглашен Мэтью Новицки. И с Мэтью Новицки вышла страшная история, очень историческая, исторически страшный инцидент. Он спланировал новый Чинглигарх и когда он вылетал из Индии в 50-м году весь этот авиорейс погиб. Самолет упал и в общем на этом проекту Новицки был поставлен Крест на нам. Был приглашен на его место Ле Корбюзье. Корбюзье в общем-то согласился с проектом Новицки но перенес его совсем другое место в очень красивое место для Корбюзье. Хотя он и был модернистом, зерцание природы всегда играло важную очень роль. И что это за план? Чтобы было вообще понятно урогика нового градостроения. Огромная территория в придворье между двумя реками разделена была примерно на 50 секторов. Каждый из этих секторов представлял собой как будто бы микрогородок. То есть в каждом секторе есть все. Место для работы, детские сады, школы, жилой сектор и досуговый сектор. Каждый квадрат определялся десятью минутами пешей ходьбы. То есть в пределах десяти минут можно было приобрести продукты, сходить на работу, отвезти ребенка в школу или в садик. И транспорт был размещен таким образом, чтобы минимизировать возможности пересечения человека и транспорта. очень рациональный такой подход, очень логичный на самом деле подход. И архитектура, предложенная Олег Корбюзье, была авангардна не только для Индии, в которой, конечно, вообще никогда такого ничего подобного не было, она была авангардной для Европы того времени. То есть на самом деле в Европе по большому счету тоже ничего подобного не было. потому что Корбюзье отчасти захватывает такое направление как брутализм, это не только функционализм, в котором он работал ранее, но и брутализм, и вот то, что он строит в Чандириархе, очень близко к этому направлению. Огромные грыбы бетона, зачастую более массивные, чем они даже нужны, и как обычно у Корбюзье раскрашены в яркие, чистые, близкие цвета. Сможете себе представить из плачуг, из построек деревянных, а индусы попали в такой мир абсолютно футуристичный, и самый главный мир, который никак не связан с концепцией зависимости. Индия оказывается впереди в этом проекте, а не позади Европы. Вот какая политическая задача решалась не здесь надо признать, что он действительно очень мудрый политикал. как это выглядит. Знаете, город был построен в 50-е годы, хотя строительство там, конечно же, идет и по сей день, причем по той же логике, какая была уже намечена, но по сей день именно Чендигар считается самым чистым городом Индии. То есть, в Индии вообще в принципе туда опасно ездить. Туда особенно опасно, конечно, было ездить еще до реформы, когда Каус-Густав-Юнг ездил в Индию в первую половину 20-го века, в общем-то он там приобрел такой букет заболеваний желудочно-кишечных, от коих-то до конца дней своих не отличился. То есть, это дикое отсутствие региона. Сейчас в меньшей степени он тоже присутствует, но только не в Чендигарах. В Чендигарах быстро, безупречно, безупречно, продумано. Вот такие постройки. Может быть, это, конечно, немножко напоминать русский авангард 20-х годов, хотя, конечно, это не совсем он, но ни на что не похожие здания, особенно не похожие ни на что для этой территории. Это производило, конечно, колоссальные впечатления. Видите, в сравнении с автомобилем насколько это все массивное. Это огромные губы бетона. Корбюзио очень трепетно относился к бетону. Он считал его одним из наиболее человечных материалов, потому что он очень быстро покрывается микротрещинами и различного типа заветривания. То есть он приобретает из статики черты процесса. К нему идет процесс. Он говорит, что это только на глянцевых журналах человек может быть идеален. В жизни человек покрыт микроморщинами. И это есть человеческое, подлинное, человеческое, а не выходащина. Некий образ человек. Область человека это сверхчеловек, которого только что повороли всем миром в войне с нацистской Германии. А здесь должно быть человеческое начало. В то время оно мыслилось вот так. Сейчас нам может показаться немножко гико, не случайно стиль у нас брутализмом. Но в общем так он пошел по линии гуманистической. Вот как это выглядит. Здесь Хардвизье даже поступился некоторыми своими принципами, что показывает, что он несмотря на функционализм все-таки пытался вписаться в контекст. Так или иначе. Здесь есть имитация горных склонов из бетона сделанных, которые с некоторым ракурсом фактически дополняют природный ваншаб. Ну и вот как так выглядит. Здесь огромные поворачивающиеся двери расписанные самим Хардвизье напомним он был крупным художником. Обычно витражи и рисунки в своих зданиях он сам выполнил самостоятельно. Во многом схожая идея была воплощена относительно недавно в 90-е годы. Это знание я уверен знает абсолютно каждый из вас. Это Фрэнк Оуэнгерри это танцующий дом в Праге. В чем смысл и в чем связь этого дома с опять же политикой. Дело в том, что разбомбленная во время Второй мировой войны Прага вошла в соцблок, как вы помните. И очень долго называлась Чехословакия. Чехия становится уже в 90-е годы. ее лидером и поздней Чехословакии и первым президентом Чехии является Васлав Гавел. Васлав Гавел был не просто мудрым политиком, он был достаточно крупным литератором. То есть, он был представителем искусства. И он понимал то, что для утверждения нового государства, коим стала Чехия уже, необходимы какие-то здания иконы, которые будут растиражированы, фотография, которые будут любимы туристами, которые будут маркировать то, что Чехия встала на принципиально иной идейный путь. И несмотря на то, что когда Гэри предложил свой проект, от него отказались большинство чешских архитекторов, они были все против категорически такой радикальной постройки, тем не менее президент поддержал этот проект лично. Понимаете, очень долго советская архитектура демонстрировала господства некой идеи, идеи над обществом, общество должно быть подчинено этой идее, и таких построек, естественно, во всех городах, входивших в соцблок, достаточно большое количество. Здесь же им нужно было здание, которое будет, грубо говоря, которое отказывается от глубокой содержательной концепции, которая выдавляла общество. Оно должно предоставить обществу некую легкость, некую красоту, как таковую, идею развлечения, того, что государство служит во благо людей, а не заставляет людей строить некую новую модель государства. И конечно же башня, танцующие две башни, которые предложил Гэри, как нельзя лучше подходили под эту идею. Гэри сейчас один из самых выдающихся архитекторов, хотя он в преклонном возрасте он очень много строит, он является одним из визитных карточек творчества деконструктивизма как такового. Как вы видите, здесь это здание ярко противопоставлено всему окружающей, всей окружающей застройки. Вот как оно публизирует. Нечто совершенно невообразимое. Причем это еще не компьютерный расчет. Вот еще одна фотография. Видите, две башни. Одна башня стоит на одной толстой колонне, на одной ноге, а другая башня стоит на огромном количестве колонн. Их обозвали Джинджер и Фред. Это дядечка, это тетечка, это башни танцовщики. Совершенно удивительная конструкция и конечно же это здание выполнило свою функцию. Это здание стало не просто визитной карточкой новой Чехии. Оно стало визитной карточкой новой европейской архитектуры. В принципе, Тегарь не европеец, но такая постройка столь радикальная в Европе была едва ли одна из самых первых. Сейчас скажу, какой год. в 96-м закончилось строительство, то есть это раньше, чем еврейский Берлинский музей Лепецкий Аня. Понятно, что такого еще не было в Европе. Вот еще одна фотография. Видите, в чем суть деконструктивизма? Он подчеркивает деконструктивность и внутри себя самое, то есть эти две башни противопоставлены друг к другу. Одна более или менее выдерживает прямые пространства, то, что называют Айзерман картезианским пространством. Другая же их не выдерживает никаким образцам. Но сопоставьте с соседствующими зданиями. А это старинная застройка, в которую попадает, чудом по большому счету попадает столь современное здание, потому что здание, которое стояло здесь, было просто уничтожено бомбардировкой. бомбардировкой. Вот так выглядит Герри. Возможно, мы о нем еще поговорим, потому что, конечно, это тот человек, который полностью переосмыслил вообще пространство, архитектурное пространство как таковое, и, наверное, если изныне живущих авторов действительно активно строящих называть, это будет Герри и Лидескент. Даже с Айзимманом не знаю. Айзимман все-таки ближе к бумажной архитектуре. Он очень много продумал всего. Я думаю, ползаса третьего надо назвать. Том ползаса. То, на чем мы сегодня, наверное, и закончим, о следе мы тогда поговорим в следующий раз. Сегодня у нас будет еще одна постойка Альда Росси. С Росси мы уже так или иначе знакомы. Это Чудзгенштрассе, квартал Чудзгенштрассе в Берлине. Опять же, идея и сверхзадача объединения двух государств. После Второй мировой войны, что вы наверняка учили по истории, с 49-го года Германия раскалывается пополам. Более того, в каком-то смысле раскалывается и пополам, хотя не совсем так, Берлин. Берлин, отошедший к ГДР, внутри него появляется такое образование, как Западный ГДР, который, в общем-то, к ГДР не имеет ни малейшего отношения. И вот эта разделенность между соцблоком и той частью Германии, которая осталась подконтрольной англоговорящим представителям, Соединенным Штатом и Англией, она просуществовала очень долго. То есть, смотрите, с 49-го года по 90-м. И фактически полсотни лет там активно строили. И там, и там. Понимаете, что Берлин сровнен фактически с землей был. То есть, это все застраивалось. Но там это застраивалось по модели европейской, по модели западноевропейской, американской части, на территории ЖБДР это все застраивалось той архитектурой, которая была типична для стран соцблоком, стран Варшавского договора. И когда Берлинская стена рухнула, естественно, возник вопрос о том, а как это все вообще мыслить как единство? Когда город фактически не с нуля, но близко к этому с двух сторон застроен по-разному. То есть, этот раскол прописан в самом городе, в самой его истории и самим изданиям. Но не сносить же это все, понимаете, строить с нуля. И здесь опять привлекают архитекторов, и одним из них был Альдо Росси, один из создателей постмодерна, и он строит свой уникальный комплекс калаш, который мы сейчас и посмотрим. В чем его уникальность? Этот квартал Росси застраивает таким образом, что в ограниченном количестве зданий используются реминисценции почти на все существующие стили, как западного, так и восточного Гориона. здания, которое является своего рода тем клеем, который должен склеить две эти разрозненные единицы. Ну вот вы видите на углу абсолютно точная отсылка к советскому конструктивизму таких зданий. У нас полно, даже не только в Москве, даже в Подмосковье. И тут же соседствует совсем иная состройка отсылков к историзму и так далее. То есть огромный, огромный калажный блок, более того, еще и максимально ярко раскрашенный, чтобы придать этому какой-то оттенок игры. Не того, что это некая опять сверхидея, массивно объединяющая два мира, а это некая игра. Одна форма, другая форма, третья форма, формы, которые как будто бы случайным образом объединяются в этот комплекс. Сейчас я покажу фотографию изнутри. Я уверен, что эту фотографию знают вообще все, только не факт, что знают, что это сделал Росси, потому что она из соцсетей обычно не пропадает никогда. это собственно вот этот дом есть. Это внутренний дворик, который выглядит как холодец. Одна из таких тоже фотографий корн. Вот как этот дворик выглядит. Еще раз. Опять же, видите, разный стиль объединяется вместе. По сути, по аналогии с целым коллажем живописи, с коллажной техникой. Стилизация ренессансных колонн тут же, потому что Германия древняя нация, Германия, которую строили очень давно, и мы с вами начали с того, что смотрели здание Рейхстага, фактически точно копирующая архитектуру ренессансной блоки. Здесь и это должно присутствовать. Но и присутствует нечто совсем иное. Тем более, обратите внимание, насколько контрастируют те же окна, когда мы просто поднимаемся по одному сектору. То есть мансард на этаже выдержан совсем в одной эстетике, чем основной блок зданий. Есть где даль отдано историзму, а есть где дом неожиданно выливается чуть ли не в фай-тековскую архитектуру. Это последняя постройка Росси, так что уже фай-тек существовал конец девяностых годов фристианин не изменяет. Не написано у меня. Вот вы видите здание уже очень современное. Здание, которое должно сомкнуться с теми построителями ультра современно для самого подхода к зданию в каком-то смысле слова является визитной карточкой постмодернизма как такового. Здесь намного больше эстетических стилевых блоков, чем на самом деле зданий. То есть то, что здесь поделено по эстетике не соответствует делению самих зданий по их архитектонике, по их структуре. Получается опять же то, что мы видим и то, что реально является структурной единицей, что очень важно было для архитектуры постмодернизма, здесь обыграно безупречно. Но здесь и очень важная опять же политическая идея, концепция найти вот этот клей, найти это средство, которое поможет объединить два культурных наследия. Для Росси дело в том, что у него есть такая книга архитектура города, а слава богу переведена на русский язык, потому что такие книги читать на языке иностранном в общем-то тяжело, эта книжка философская. И Росси совершенно по-новому переосмысляет город, мне кажется, что мы сейчас мыслим именно там. Но если вы почитаете работы о городе агроностроительстве Райта, Корбюзье, то вы поймете, что в общем-то город так начали мыслить только после Росси. Для Росси город это не сумма функционирующих зданий, даже их вписанность в природу, не вписанность, об этом речи идет. Не о том, как они функционируют и как их сделать еще более эффективными, как было у Корбюзье. Нет, для Росси город это живой организм, в котором что-то сохраняется, но начинает совсем по-другому другую функцию выполнять. Что-то с необходимостью достраивается, город расширяется, что-то разрушается и там появляется нечто новое. Город это процесс. Город это живет своей жизнью, что движется вперед. Город это не просто машина для жилья, как говорил Корбюзье, здание есть машина для жилья. Нет, для него город это место. Для того, что в европейской философии этого времени очень важное понятие возникает как сайт события. Это автором является Ален Мадью, он не живущий еще, хотя в преклонном возрасте гости бы скорее всего тоже дожил до наших дней, в автокатастроях погиб. То есть он насильств и смертью у меня. Так и вот, что это такое этот самый сайт событий? Это место, в котором может нечто произойти. Может и не произойти, но может предполагать возможность произойти далеко не везде, что можно назвать событием с большой буквы. И для Росси конечно же концепция градостроительства, концепция каждого здания, в том числе которое он вписывает в город, а он строит в исторических центрах Европы, где рядом здания, особенно в Италии, могут оказаться еще постройками древнего Рима. Понимаете, да? То есть какая историческая связь и для Росси вот это здание всегда является сайтом события. То, что с необходимостью некую иную грань открывает в жизни этого города. Оно не должно противопоставлено быть ему, оно не должно согласовываться, обязательно подстраиваться под соседние дома, оно должно дать некое переосмысление, добавиться так, чтобы эта новая группица сыграла определенную роль. Потому что мы можем добавить в некий мозаичный узор какую-то новую деталь, но ничего не произойдет, она потеряется. Если мы будем подстраиваться, мы даже не заметим, что она добавилась. Если мы будем ей противопоставлены, мы привлечем внимание только к ней и отвлечем от всего остального. А для Росси важно добавить как восточному мудрецу одну крупинку так, чтобы весь рисунок приобрел некий декой смысл, не противопоставленный предшествующему, а как бы новая ступенька в его осмыслении. И мне кажется, что в этом здании это не здание, это группа зданий, квартал целый, он свою идею воплотил сполна, потому что это вот такой замковый камень, когда выкладывали раньше арку, вверху утверждали замковый камень, крыльбольный, островый такой камень, который эту арку всю держал. И здесь действительно этот квартал стал вот этим замковым камнем для соединения двух германий. И это показывает насколько важную роль может играть архитектура в жизни политической. И купол, который мы посмотрели берлинского Рейхстага, который сделал вновь Рейхстаг иконой, но иконой совсем другого типа. То есть с этим куполом он никак не ассоциируется с нацистским режимом. Он полностью прозрачен. Он ударил в ключевую составляющую на чем держалась предшествующая икона. И то же самое здание приобрело новый смысл. Это конечно же идея Росикская. Здесь нужно отдать тоже на Росик. Вот это постмодеризм по Росик, это строительство по Росик. С другой стороны мы видели когда здание целый город строится с нуля как Чендигах в Индии видели как попытку европейских государств Чехии и Германии выйти за пределы дуализма соцблока и мира западного зловно говоря найти какое-то свое место и архитектура помогала в наибольшей степени потому что все мы живем в городе и то что на нас оказывает наибольшее воздействие это конечно же и то где мы живем и то что окружает наше ежедневное присутствие поэтому согласно Росте конечно же архитектура является самым важным в этом искусстве не только самым стоящим но и самым важным и мы уже с вами рассматривали его театр Дальмондо в прошлый раз показывал как своего рода аполитическое произведение но оно тоже демонстрировало отлично вот эту идею города как процесса дело в том что этот театр на барже возили по Венеции и каждый раз он как бы становился зданием рядом с другими зданиями историческими зданиями и это в прямом смысле слова постоянно мутирующий процесс города потому что это здание движущегося оказывается это тоже действительно потрясающая идея идея до конца мне кажется еще полностью неоцененная хотя как вы видите то что я вам сейчас рассказала Ростина вряд ли могло вызвать какую-то негативную реакцию с вашей стороны это говорит о том что мы сейчас уже все так что его идеи утвердились настолько что в общем-то нам кажется это чем-то очевидным когда он высказывал это совсем очевидно не было это было дико революционно а это говорит о том что с одной стороны постмодернизм пропитал уже полностью всю культуру а с другой стороны это говорит о том что когда что-то полностью пропитывает всю культуру этому направлению приходит конец оно достигло своей цели а значит его должно сменить нечто совершенно другое тогда след мы рассмотрим в следующий раз у нас будет одна из самых важных лекций потому что я дам эстетические категории то почему вам делать презентации для вашего зачета я дам категорию возвышенного и категорию прекрасного помимо следа мы рассмотрим потом на нескольких лекциях мы рассмотрим категории которые наравне с этими скантовскими уважения это категории реалистического и категории фантастического на самом деле не слишком типичные для эстетической мысли и я к ним применю метод деконструктивизма метод различания то есть мы попытаемся выяснить что на самом деле в общем-то это далеко не очередное понятие кажется что может быть что может быть проще между фантастическим и реалистическим это то чему учит ребенка с детства что сны это фантазия это в общем-то нереально а реально это вот стол да стул и так далее я попытаюсь в общем-то веру в это существенно пошагнуть естественно на примерах из произведения искусства есть вопросы по лекциям нету замечательно тогда все свободны спасибо 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 Продолжение следует...